здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои хорошие здравствуйте это началась наша поездка аэропорт города сургута ханты-мансийского округа тюменской области да мы летели с сургута потому что у нас нижневартовска нет прямых перелетов ну и пока мы ждали здесь самолета мы приехали очень рано нас не возят мы добирались сами поэтому трансфера нету с нижневартовской вот здесь я ходила по лавкам смотрела типа наша нефть наши там там сургуты сувениры нижневартовск но есть разные общем ханты-мансийского округа как везде в аэропортах но здесь вот такая как сказать экспозиция надо или такой олень красивастенький вообще ну походила посмотрела аэропорт у нас небольшой поэтому ну как бы минут 10-15 можно провести но если только остановиться там все читать вот как например легкие на каникулы но лучше было мне еще в аэропорту схватила шею у меня нам пришлось пить таблетки представляете в аэропорту нет аптеки это вообще а чтобы взять аптечку я брала все но это мне нужно было лезть в чемодан ну короче а аптека ближайшая там охранник сказал где-то около километра нужно было проехать в общем я думала я чокнусь хорошо что у меня были обезболивающие двадцать шесть тысяч сорок семь тысяч с кости наверно 20 тысяч 100 тысяч сувенирчиком смотрите 100 тысяч я убираю или съездить в турцию или купить такой сувенирчик да мои дорогие я высказываю свое мнение у каждого выбор свой кому-то дороги сувенирчики кто-то это собирает и кому-то приятно поэтому я ничего не имею против ну просто вот для меня если бы я выбирала конечно и выбрала бы лучше куда-нибудь поездку потому что кто-то выбирает или поездку или купить натуральную шубу или кто-то бриллиантовое кольцо поэтому я никого не сужу просто я говорю вот какие цены да и как и на что всякие ножи потому что я знаю вот человека который ножи собирает у него есть нож который стоит около 300 тысяч вот смотрите какие всякие собак кто кого собирать я вот например сов я опять привезла сову с этого с турции маленькую правда в этот раз взяла уже в этот раз хотела все думаю все эти совы все 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 пораздариваю все чтобы пыль не вытирать все размусорилась но не могу я не могу рука не поднимается и опять привезла я как вижу где сов меня прям вообще прям очень проходила такие сувениры смотрите какие красивые ханты ханты манси каких делать какие сувениры ну как здесь у людей золотые руки золотые руки это же вообще вот представьте фантазия все это вот даже наши нижневартовские есть вот смотрите брелочки нах а магниты на холодильник да кому-то не нравится мне тоже не нравится магниты на холодильнике но мне не нравится только из того что их снимать пыль вытирают а то ты а так вот всякие меховые такие игрушки от ханта мантов ну в общем наш народ молодец они любят себя занять когда мне спрашивают ойла зачем ты вот это делаешь зачем ты это шьешь зачем ты там это сам ну просто длинные зимние вечера разбавляю и я не вижу ничего в этом плохого смотрите деньги разных народов какая красота все это все есть сургуте в аэропорту и они кстати работает там круглосуточно а это все что нельзя провозить в самолете вот ножницы запрещено проносить самолет ну да ну плохо что они стали запрещать воду или хотя бы они бы воду хотя бы продавали по нормальной цене а здесь на втором этаже еще есть всяких имбирное печенье в общем все дары здесь луксунчик вот есть все что изготавливают то местное изготовление местное изготовление все здесь изготавливаются будет клубника в шоколаде клюква в шоколаде орехи шоколад даже сургутский сургутский и горские традиции это второй этаж с это второй этаж такой и там же кстати зал есть теперь посмотрим он на первом этаже там папочку сидит он меня пустил побродить сейчас я вам шахматы покажу большим среди большие как черный здесь игрок даже детская площадка есть лабиринт такой детский это первый этаж сургуте такой работ кстати здесь на втором этаже есть ресторан такой таверна называется но я не знаю как он работает а а он написано работает круглосуточно заходишь такой корабль и здесь можно перекусить какой красивый корабль кстати есть детские стульчики есть смотрите как это стульчики как ваша и медведь да помните сказку все в таком стиле все такие стулья и спускаемся и он и папочка сидит телефончики мы спускаемся на улице кстати дождь но у нас тепло было хоть и дождь днем идет но это вот видать бабское лето тепло мои дорогие то мы уже находимся в самолете летели мы как раз с 21 числа когда объявили мобилизацию мы прилетели в турцию на мске мы сказали спросили что был выступал владимир владимирович да объявил мобилизацию мы ехали конечно настроение было вообще как бы ну не как бы вы представляете да у меня два сына все это ну слава богу как с горем попало ну как слава богу ну по мере возможности знаете это в общем летели мы в самолете туркиш авиалинии кормежка была дальше посмотрите как знаете в том мультике корочка хлеба и воду давали не кормили нифига шесть с половиной часов лететь и не накормить людей это вообще я вообще не знаю ну это же знаете чартерный там что хочу то и ворочу нас наверное считают ну так что нужно брать с собой кушать особенно у кого дети назад то я уже была умная приумная но назад хотя бы дали нам корочку хлеба внутри были там сыр и помидорки и воду как красиво мы взлетаем наш самолетик летит я снимаю надо погода мы уезжали такая погода была классная вообще тепло ну немножко дождик мы когда ехали мы же рано выехали мы три часа ночи из дома выехали и поэтому сон ну а потом в этот день ну как раз это бабье лето началось и вообще после приезда с турцией мы приехали уже все листья пали уже как бы так ахахах как бы это самое был полный почти самолет но нам повезло с мужем мы сидели вдвоем так что я еще поспала назад мы тоже так же нас пугали ой все мужчины останутся никто не хочет возвращаться в россию глупости все наши мужчины все вернулись в россии никто нигде не потерялся никто нигде не остался поэтому не знаю кто там кто бежит кто остается вот так что это вот мы пролетаем наверное нижневартовск мегион плохо что в самолете ты едешь и не видишь где ты пролетаешь может с одной стороны хорошо а с другой стороны как бы интересно было бы хотя бы что сейчас мы пролетаем над городом таким-то и быстрее мне кажется бы время пролетало вот смотрите наш завтрак вот такая булочка хлеба и вода а потом еще давали сок сок если хочешь вот перед этим сок дали все больше ничего назад была также вода вот такая же булочка но в середине был сыр и там едем в облаках ой в облаках когда летишь так красиво прям вообще и небо такое вот знаете здесь плохо видно но она такой знаете синий 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 прямо такой вот знаете вот ну вот такого цвета я прям не могу вам передать какого синего вот и летишь так ну в общем красота ну шесть с половиной часов лететь конечно же конечно же я хочу вам сказать муторно и хоть ну и вроде бы кино я накачала и это мы еще туда летели под конец уже приземляться к турции попали в такую турбулентность что мама не горю я думала у меня там все уже вах 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 какой джигит я вспомнила всю свою жизнь наверное за 30 секунд но турбулент и такой у нас начало как-то трясти так трясет 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 как будто самолет развалится я вам уже спрашивать я тоже так он ну да есть вот это мы а это я смотрите это как раз оно должно было выйти да это мы сидели ждали и как вот они бросают чемоданчики ну ладно но наш чемодан угробили короче колесо и потеряли и поломали хотя бы видят что это ну хотя бы пустили бы сам это колесо чтобы поломалась но это чем чемодан это на один раз это мы прилетели уже в турцию и едем мы по в этом в анталью 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 лиоланик госпиталью 18 05 местного значит там три часа 05 это можем и мы едем и нам рассказывает что вот объявил владимир владимирович мы все таки из торможенная но он говорит я уже сегодня возил группу и там женщины сказали что вот ее сыном и общем для нее не отдых но я представляю когда ты прилетаешь туда и любовь бы наверное сайте какие кактусы они такие здоровенные здесь так плохо видно но на самом деле они такие здоровенные жара там невыносимая 30 35 градусов было мы близко были 40 минут от анталии до в отеле один бэй отель у нас назывался один бэй 5 ультра ну я хочу сказать что знаете в этом году очень повысились цены очень от слова очень те которые мы были раньше вот например этот дельфин белис они в этом году были под 400 тысяч представляете конечно его не сравнить с этим с которым мы пятерка ультра ну в общем или мы уже разбаловались или ну как бы нормально все так было да но не так как вот то есть у меня с чем сравнить поэтому но все равно когда приезжаешь в другую страну неплохо мы боялись еще понимаете что мы русские что к нам будут я вот сразу так ну вдруг вдруг кто не будет смотреть мой отзыв на отель да хочу забежать и сказать что к нам думала к русским будут плохо относиться все нормально я вам хочу сказать знаете еще более это вот нам как раз рассказывает этот гид что в часы все до первого отеля нам ехать буквально восемнадцать минут второй Винс вообще быстренько общая продолжительность нашего марсрута займет час двадцать я беру у нас с пробками если буду готовы считать ехать то час-час пять я беру с пробками на исключение каких-то еще нефигных ситуаций меня зовут Данил сегодня я вас буду сопровождать до ресепшн ваших отелей в Турции все первый раз? нет великолепно чем же вам так понравилось что вы второй раз приехали? двадцать второй не буду ехать не буду ехать Таиланд вроде открывается но еще ж не открыли ну еще нет но по чуть-чуть открывается совсем чуть-чуть но тем не менее тоже открывается все не первый раз в Турции сейчас в последнее время у нас очень проблемная ситуация с картами оплата картами считать если Сбербанк она здесь больше нигде не принимает только Тинько в мире то это Сиратбан поэтому пожалуйста очень будь внимательны особенно при оплате картой маленьких каких-нибудь магазинчиков никогда там не оплачете карты оплачете только наличные и турецкой лирой сейчас знаю какая национальная валюта в Турции лиры рецкая лира все верно курс сегодня у нас рублей 3 рубля 33 г за одну лиру курс долл у нас 18 лир и 18 г курс евро у нас 18 лир и 15 г вот так вот долл перерос евро я вам да этим с вами будет совсем чуть-чуть здорово у нас отель будет с вами это грин макс через шестнадцать минут после луэрвимс 3 у нас будет один бэй буквально через 6 минут разница между отелями у нас будет буквально 10 минут максимум это у нас билет то есть мы сейчас мы отвезем в луэрвимс остальные у нас все в билеге и все в шаговой доступности совсем быстро билет и все первый раз нет а уже бывали началом так велик нравится очень интересно кто-то говорит из-за полей а лав цена цена дешевле дорожки нормально нормально да отель действительно билетки не семейные более регионы это семейные для семьи территории большие уровень хорошей если брать из всего этого листка побережья то уровень отеля именно на билетки а центрирован там больше всего отели такого уровня у нас тоже отличаются последние два года начинает очень активно застраиваться можете посмотреть а пятерку да не сейчас хоть хороший культу так саппы еще здесь спросили на 40 на двоих по 20 начали не сказали 40 на двоих 40 на двоих за значит по 20 тысяч сушим надо учиться софе туризм какие горки везде здесь выжарщики наверное люди живут в таких простых квартирах сейчас еще один будет отеля а третий наш рамы с базар все для туристов она значит вы на той стороне моря вот 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 кремль да вот вот что Кремль отель Красная площадь Астеро Кремль Пелос Швандорф Титаник Титаник Еще какой-то Мотель такой красивый Его так и не сделали, да? А вообще никто не выкупает, да? Нет Пропадает такой, он не работает Этот титаник Жаль Все, титаник Титаник Хотя стоят машины вон Футбол Наверное, или баскетбол Футбол-центр, да, футбольный Вот мы все отдыхали Там были футболисты наши Отдыхали РЖД Так Пэвер Рез Видишь, это как бы поле, которое играют Маленький мячик Гольф Гольф Ну и маленькие какие эти Теплички Гринмакс Отель Зеленый Максимальный отель Уважаемые гости Гринмакс Уважаемые гости Похожи Похожи, да? Да Что-нибудь Вот это легенда большая Мы туда сходим Покажем Вот на этот Похожи же Наш Вот Вот это наш По-моему Блин Я же сказала Так Мы добрались уже До Отеля На ресепшене Сейчас управляем документы И нас поведут Номер Вот На улице 32 градуса Мои дорогие На Яндекс.Зене Видео выходят раньше Кому интересно Подписывайтесь